Шалом, дорогие друзья! Итак, недельная глава Вайра, где Всевышний посылает первые семь казней, заканчивается египетское рабство. Очень интересно говорит нам Медраж, что когда тесть Моше Итро пришел к нему в гости, то Всевышний обращается к Моше и говорит, Моше, это очень здорово, что ты принимаешь своего тестя у себя в гостях, но попроси его удалиться. Почему? Потому что нам нужно начинать срочно Синайское откровение, мне нужно вам Тору дать, но пока здесь находится Итро, невозможно дать вам Тору. Почему? Чем мешает Итро? Говорит нам Медраж, ничем он не мешает, но Итро не был в египетском рабстве. Тот, кто не был в египетском рабстве, не имеет права стоять на горе Синай и получать Тору. Почему? Потому что египетское рабство имело огромный-огромный смысл. Это рабство очистило нас от греха первого человека. Первый человек согрешил, он очень-очень сделал большую ошибку, и это духовная грязь, в которую погрузился мир, в которую погрузился каждый из нас, нужно очистить. И чтобы ее очистить, мы были в египетском рабстве сотни лет, чтобы наша душа поднялась, и мы могли стоять на горе Синай. Итро, ты не был в рабстве, потом мы тебя научим, Тори, потом приходи к нам, мы ее вначале получим, потом поделимся с тобой, но тот, кто не работал в рабстве, не имеет права стоять на горе Синай. Медраж нам рассказывает, что все имеет смысл. Это рабство, это были самые-самые тяжелые годы для того поколения. Они так мучились и страдали. Но каждое страдание имеет значение. Каждое мучение, оно для чего-то Всевышний это послал. Не просто так. И те, кто были в рабстве, вскоре получат свою награду. Какую награду Тору на горе Синай. И каждый из нас в наше время тоже у нас есть страдания, есть мучения, к сожалению. Но мы должны знать, каждое страдание имеет значение. Каждое мучение должно принести нам какое-то спасение, которого не было раньше. Мы думаем, что хорошо, это когда нету плохо, что спасение, избавление. Избавление это когда нету изгнания, что это противоположные вещи, которые взаимоисключаются. Но Тору нас учит другому. Чтобы было спасение, чтобы было Тору на горе Синай, нужно египетское рабство. Чтобы было хорошо, абсолютно хорошо, то нужно немножко пострадать и заработать вот это хорошо. Когда тяжело, это значит, что скоро будет очень хорошо. Эти вещи взаимосвязаны. Недельная глава Вайра, заканчивается египетское рабство, начинаются первые семь казней и скоро мы идем на гору Синай. Нужно запомнить, что все не просто так. Любые страдания оплачиваются.